Будут сотрудничать. Глава региона провел рабочую встречу с послом Швейцарии Евроэф Пьером Хельгом. Напомню, Самара стала местом проведения второго российско-швейцарского форума. На площадке технического университета встретились ведущие и новаторы, ученые, политики, руководители лидирующих отраслевых предприятий России и Швейцарии. Мы видим высоко мотивированный регион, готовый к сотрудничеству во всех его проявлениях. Мы счастливы тому, что мы сделали такие первые шаги и уверены в том, что нас впередет хорошее продолжение. Мы уже в течение достаточно длительного времени работаем с господином Кабенко и с господином Гутеневым над проработкой всех положений нашего соглашения о сотрудничестве. Затем мы в прошлом году встретились для его подписания и сделали этот важный шаг. Важный он для Кантона Невшатель в частности и для всего региона Западной Швейцарии в целом, поскольку здесь мы открываем для себя очень большое, очень обширное поле для сотрудничества в таких властях, как наука, образование, экономика, промышленность. Оба наши региона, Самарской области и Кантона Невшатель являются высокоиндустриализированными регионами, в которых очень силен дух инноваций. Речь на встрече шла и о возможной совместной работе самарских и швейцарских специалистов по созданию наноспутников для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом. Сейчас эта ниша востребована. Хорошие перспективы у сотрудничества в сфере медицины в Москве на инвестиции швейцарского предпринимателя. Открыт большой образовательный центр для подготовки врачей в сфере эмбриологии. Учебу будет проходить на современном оборудовании. До этого специалистов такого класса в России не готовили. Конечно, для нас это тоже будет важно. Наверняка наши специалисты будут пользоваться услугами центра. Наверняка. Самарские специалисты я имею в виду. И это с одной стороны. С другой стороны, наше сотрудничество в этом направлении, оно могло бы дать тоже очень значимый эффект.